Всем привет! Сегодня я решила с вами поделиться несколько иной темой, не связанной с преподаванием английского языка детям. Я хочу вам рассказать про свой опыт, как я работала в Китае. Я знаю, что сейчас очень много ребят уезжает в Китай, особенно до пандемии сейчас, понятно, ситуация немножко другая. До пандемии очень много ребят русских уезжало в Китай, и я ездила туда и работала там, когда еще не было такого сильного наплыва. Я знаю, что после того, как я вернулась уже в Россию, что туда просто рвануло какое-то нереальное количество людей, потому что зарплата там выше, чем в России, условия труда тоже получше во многих школах, в зависимости от города, естественно. У всех разный опыт. Сейчас в связи с пандемией очень многие, наоборот, вернулись в Россию и ищут работу здесь, потому что там не было возможности остаться. И, конечно, было очень много. В сентябре я искала учителей, было очень много заявок, и все последние места работы в Китае. Я хочу с вами просто поделиться своим опытом, на самом деле, потому что я работала и уезжала туда уже 4-5 лет назад, поэтому все, естественно, изменилось. Ну, просто поделюсь с вами, как это было у меня, может быть, вам будет полезно, либо вас это замотивирует тоже преподавать английский язык, либо уехать куда-то. В общем, просто хочу с вами поделиться, на самом деле. Я уехала в Китай вот где-то в районе 5 лет назад, и прежде чем уехать куда-то, первые полгода я просто изучала информацию. Я смотрела разные ролики на Ютубе про Китай, про разные города Китая, разных блогеров, русских блогеров, которые там проживали и, в принципе, отзывались как в Китае. То есть я пыталась понять, что меня ждет. Я понимала, что там проблемы с интернетом, возможно, мне не понравится пища, еще какие-то, да, там, есть культурная разница в менталитете, в общении. Я пыталась это понять, чтобы приехать туда подготовленной. И на тот момент, в принципе, на Ютубе было очень мало роликов, связанных с преподаванием английского в Китае. Были какие-то иностранные ролики, в принципе, там я смотрела вот демо-уроки, как проводят, в принципе, как там преподают детишкам. А так, чтобы процедуру, да, именно сам процесс, как это происходит, как найти работу, я ничего не могла найти. Мне приходилось самостоятельно копаться в этом, поэтому я просто шерстила интернет для себя сразу. Решила, что я не хочу обращаться в агентство, что я хочу работать самостоятельно. И это связано с тем, что, во-первых, агентство берет достаточно большую комиссию. Для этого я нашла несколько сайтов, сейчас я уже не все вспомню, но вот основной, который до сих пор я иногда просматриваю, честно говоря, это и China Cities. Там можно найти разную работу, не только преподавателями английского языка, но и, в принципе, работу в Китае, да, это может быть из абсолютно разных сфер. Там я нашла несколько вакансий и просто написала свое резюме, свой опыт работы, написала письмо, да, cover letter на английском языке. И почему нужно выбрать именно меня в качестве кандидата, что я могу дать для этой школы. И записала еще видеоролик. Все школы Китая просят видеоролик приветственный, где ты рассказываешь о себе, чтобы они поняли, какой у тебя уровень английского языка, как ты говоришь, каким акцентом. Плюсы можно также им прислать и какое-то демо занятия на видео, либо фотографии занятий, если есть, если есть опыт работы. На тот момент я не работала с детьми, я работала со взрослыми, только преподавала английский язык, поэтому такого в портфолио моем не было, чтобы были фотографии с детьми, видео с детьми. Поэтому я просто записала ролик, где я там говорю о себе, что вот я такая-то, у меня такое-то образование, такой-то опыт, и почему я хочу поехать в Китай, насколько мне это интересно, что я могу привнести в школу. В общем, все основную такую информацию. После этого я начала просматривать ежедневно работы, какие есть вакансии, появляются они там очень часто, и откликаться на эти вакансии. И мне сразу же начали приходить ответы, что меня приглашают на собеседование. Первые собеседования проходили по скайпу, но все школы, с которыми я проходила собеседование, им было нужно еще личное собеседование, чтобы я была в Китае. Некоторые сразу отказали, потому что говорят, нам нужен учитель прямо сейчас, а вы еще в России, нам нужно понимать, что вы нам подойдете, неизвестно приедете ли вы вообще, поэтому сразу отказывали. Какие-то школы сказали, что мы готовы вас прослушать, но только вы должны быть опять-таки в Китае, нам нужно личное собеседование. Сразу оговорюсь, что я для себя выбрала два варианта работы по поводу городов. Это Шанхай, потому что я сама из большого города, и я хотела жить в большом городе, и знаю, что там обычно больше работы, выше зарплаты, и уровень жизни может быть повыше. Либо у меня был вариант с южными городами, типа Шэньчжэнь, тоже достаточно большими, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, теплыми, потому что мне хотелось, это еще дело было зимой, когда я искала работу, хотелось тепло, хотелось более теплое какое-то место. В итоге меня собеседовали из абсолютно разных городов, но я остановилась на нескольких собеседованиях в Шанхае и решила поехать сразу в Шанхай. Как поступила я? То есть, опять-таки, у меня не было никакого агентства, ничего не было, я просто решила, что я поеду в Китай, я сделала себе бизнес-визу на полгода, забронировала отель на неделю, и решила, что ну вот я поеду на неделю, если за неделю я найду работу, окей, если я не найду работу за неделю, ну ладно. То есть, там либо я продлю еще на неделю отель, либо я просто побывала в Шанхае, скажем так, отдохнула, съездила, и полетела в Китай. Это был конец февраля, уже после китайского Нового года, потому что на китайский Новый год, да, невозможно найти работу, никто не работает. Я прилетела в Шанхай, остановилась в отеле, судорожно, да, там, опять-таки, отправляла везде свое резюме, чтобы найти работу за неделю, и меня пригласили на реальное уже живое интервью буквально на следующий день в несколько школы. Я прошла там интервью, я показала им домоурок, я просто сейчас ежегодно провожу собеседование в поисках новых интересных учителей до своей школы, и я вам хочу сказать, ребята, что вы вообще не готовитесь практически к интервью, меня это поражает. Мне не говорили в Китае, допустим, изначально, что нужно делать домоурок, но я это понимала, что нужно прийти максимально подготовлено, и если меня друг попросит что-то показать, я должна быть максимально подготовленная. Я изучала всю информацию по школам, то есть сколько у них там учеников, я просматривала их веб-сайты, страницы, какие у них учителя и так далее. То есть я полностью изучала информацию, чтобы быть подготовленной к интервью, и я готовила еще демоурок на всякий случай, если вдруг меня попросят показать, что я могу спонтанно это сделать, ну, по крайней мере, я изучила какую-то информацию, я знала песенки, так как я до этого, опять-таки, не преподавала детям, я не знала практически песен, чантов и так далее. Я шерстила интернет, опять-таки, YouTube, чтобы подготовиться максимально к этим интервью, показать, что я профессионал своего дела, и даже если у меня нет такого опыта преподавания детям, я готова готовиться к урокам, и я реально первое время готовилась к одному там часовому занятию, я могла готовиться по два часа, потому что я хотела сделать максимально хороший урок. Вот, и меня пригласили на несколько реальных интервью, я прошла в двух школах интервью в один день, и мне обе школы очень понравились по зарплате, по условиям было более-менее одинаково, и, в принципе, я сразу же сделала, то есть я пришла домой, начала обдумывать, что делать, естественно, как всегда начинается, знаете, такая ситуация, что, а, вдруг я вот выберу это, а в итоге я ошибусь, я решила, что вот, что меня тянет, да, к чему мое сердце мне скажет, что нужно туда идти, учитывая, что условия приблизительно одинаковые, туда и нужно идти. Я выбрала одну школу, и, в принципе, через два дня меня устроили на работу, то есть я пришла уже на следующий день подписывать с ними договор, все подписала, и все, я была сотрудником, то есть это оказалось, на самом деле, очень просто, и когда я ехала туда, мне казалось, что это нереально сложно, что меня никто не возьмет, что никому и не нужна. Таких кандидатов, кто хочет стать учителем английского языка в Китае, много, большая конкуренция, ведь не только русские приезжают, приезжают из абсолютно разных стран, очень много носителей языка, но получилось все очень просто, то есть за два дня я нашла буквально работу, и уже через, там, через три или четыре дня вышла на работу, мне помогли же, моя школа помогла мне найти квартиру, они все со мной оформили, помогли мне с банковскими картами, с визами, со всем-всем-всем, то есть я очень благодарна, мне очень повезло, и коллектив был очень хороший, и нас хорошо обучали, в принципе, как нужно преподавать детям, оттуда я взяла очень много, Китай прям очень-очень сильно дал мне вот эту базу преподавания английского языка детям, и общение с иностранцами, общение с родителями, опыт был колоссальный, конечно, и на самом деле, вот вернувшись после Китая, мне не хотелось возвращаться, но так, жизненная ситуация так сложилась, что пришлось вернуться, я понимаю, что мне ничего не страшно, то есть мне не страшно было уже открывать свою школу, потому что я просто уехала в незнакомую страну, не зная языка их, учитывая, что английский там, да, не очень хорошо знают люди, вот сейчас только появляется новое поколение, которое уже владеет английским языком, это было очень страшно, то есть сейчас это, когда я рассказываю, кажется, что это было так легко, все просто, я легко нашла работу, легко прошло собеседование, мне сразу же попалась хорошая школа, но на самом деле на тот момент это не было так, было очень много волнений, переживаний, первый месяц я рыдала, я ничего не ела, у меня был ужасный стресс, я ужасно скучала там по семье, по всем-всем-всем, мне хотелось обратно, я уже думала все бросать, вернуться, но у меня всегда играет такая внутренний мой голос, что типа, ну вот сейчас ты вернешься, и что это? Ты вернешься проигравшим, да, ты как будто потерпел поражение, потому что все скажут, ну не получилось, ну ничего страшного, а вот это вот сожаление, когда люди говорят, ну ничего страшного, это самое, по-моему, жуткое, что может быть, это сразу говорит о том, что ты просто какой-то неудачник, да, у тебя ничего не получилось, поэтому я решила, что надо идти до конца, что я останусь, отработаю свой год, да, свой контракт, пусть будет там тяжело, но я должна это сделать, и в итоге так и получилось, что я настолько прониклась культурой, я настолько прониклась людьми, которые меня окружали, что я не хотела уже уезжать, мне очень нравилось там работать, это был колоссальный опыт, колоссальный опыт всего, как культуры, менталитета, я очень сильно изменилась за это время, я начала на многие вещи смотреть абсолютно по-другому, и я понимаю, что я вернулась уже абсолютно другим человеком, да, чем была до Китая, поэтому это просто поразительно, то есть вот опыт в любой стране, особенно в стране, где менталитет просто очень сильно отличается, как будто с абсолютно другой стороны, это колоссальный опыт, не только профессиональный, но и психологический, и ваше мышление меняется на 180 градусов, я думаю, потому что вы видите, что все, что считается нормальным у нас, может нормальным не считаться в каких-то странах, там может нормальным считаться что-то абсолютно другое, поэтому международный опыт это вообще потрясающая вещь, я бы всем рекомендовала хотя бы годок поработать где угодно, в любой другой стране, чтобы почувствовать это на себе, и понять, как сильно меняет один год в другой стране, по сравнению с 10 годами в своей стране, это вообще разница колоссальная. Хочу также добавить по поводу опыта других людей, у меня сейчас многие знакомые тоже вот уезжали до пандемии в Китай, и могу сказать, что мне очень сильно повезло, то есть я быстро нашла работу и нашла хорошую работу, мне повезло со школой, далеко не у всех так происходит. Многие знакомые мои приехали, у них были ужасные рабочие условия, им платили мало, они должны были убирать кабинеты, мыть полы, не давали никакого материала, не было компьютеров, не было там телевизоров, не было карточек, им приходилось все самим самостоятельно делать, то есть были очень тяжелые условия, неприятные, нужно было искать квартиру, либо давали просто общежитие, комнату, в общем, не самые лучшие условия. А кому-то тоже везло и попадали сразу в хорошие школы, поэтому прежде чем принимать решение какое-то по школе, обязательно изучайте всю информацию, просите контакта телефонов других преподавателей в этой школе, чтобы пообщаться, как все налажено, в принципе, да, пообщаться с разными людьми из этой школы, чтобы убедиться, что все окей. И важно также пообщаться с руководителем школы. Вот со мной общался сразу начальный руководитель школы, то есть я понимала, что ты адекватный человек, без всяких там завихрений, потому что если попадется какой-то неадекватный руководитель, то ничего хорошего из этого тоже не будет. Ну и в конце я просто добавлю, что опыт, да, сейчас у меня есть опыт большой преподавания и в России, и есть опыт преподавания детям в Китае, я вижу, что отличия тоже колоссальные. Дети совсем по-другому воспринимают информацию, совсем другой подход, ну не то чтобы совсем другой подход, но все равно разные подходы нужны, немножко разные отношения у родителей к детям и к учебе, да, в Китае все очень серьезны по поводу учебы, все хотят вырастить вундеркиндов, и поэтому они очень серьезно относятся к занятиям, они очень много занимаются. У нас по большей части, мне кажется, родители вводят детей для галочки, ну вот типа мы ходим на английский, можно сказать там на детской площадке, что мы ходим на английский. Поэтому мы стараемся родителям говорить, чтобы повторяли дома, присылали нам видео, как они повторяют дома, ну либо аудио, чтобы была отработка. Не все это делают, к сожалению, и соответственно не у всех есть результаты. Сложно тоже многим родителям объяснить, что результат просто так не придет, если вы ничего не будете делать дома, нужно очень много заниматься, чтобы был реальный и большой результат, просто так ничего не приходит. Но опять-таки мне кажется, что очень многие вводят просто для галочек, к сожалению, непонятно для чего. То есть если уж вы тратите на это деньги, вкладываете в образование, так вы вкладываете и работаете на это, чтобы у вас был результат, а не просто так. В Китае по большей части родители очень замотивированы, все всегда дома повторяют, присылают ответы и делают все домашние задания. Очень редко кто не готовится и кто не делает ничего. Родители заинтересованы, всегда узнают, как дела у ребенка, что им нужно повторить, что им нужно сделать, в чем у них проблемы. Претензий, в принципе, мало в Китае. Они понимают, что если у ребенка что-то не получается, что нужно просто доработать. У нас очень часто бывает, что если у ребенка что-то не получается, то сразу идут жаловаться, что типа вот поменяйте нам учителя или еще сделайте что-то другое, нам не подходит программа. А на самом деле проблема может быть не в учителе и не в программе, проблема в чем-то другом, нужно разбираться. Это было немножко о том, как я работала в Китае. Если вам интересна эта тема, пишите свои вопросы в комментариях, я сниму отдельные ролики на интересные и популярные вопросы. Так что все, всем пока, удачи и надеюсь, что вы тоже можете поделиться со мной своим опытом работы в другой стране. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok